В парке Малевича открылся каток с искусственным льдом. Подарком на открытие стала постановка щелкунчик от звезды фигурного катания Евгения Плющенко. Гуляйте, отдыхайте. Потрясающе, молодцы. Поздравляю. Да, мы сегодня открываем парк нашим шоу щелкунчиком. Приехала моя команда, очень много моих как раз, все, точнее, мои дети, все мои спортсмены. Будем радовать. Я там посмотрел, достаточно много людей пришло. Яркие огни, фотозоны, анимация, угощения. Здесь все готово к Новому году. В парке открылся пункт проката, а покрытие катка будут регулярно обновлять с помощью ледозаливочной машины. Поэтому кататься здесь можно будет всю зиму. Узнали в последний момент, приезжаем, а тут сам Плющенко. Ну, то есть, честно говоря, с такого расстояния увидеть олимпийского чемпиона, это просто мечта. И мой ребенок, вот, и три года, она первый раз на таком представлении, вообще на ледовом представлении. И мы начали с самого-самого крутого, мне кажется. Для посетителей парка – хоккейные площадки, лыжная трасса, фудкорты. Организаторы сделали все, чтобы каждый смог отдохнуть и активно провести выходные с семьей. Мы, своей страной, как организаторы, попытались сделать все, и удобные трибуны, и горячий чай. И для маленьких наших самых зрителей, каких-то немервных снеговиков, которые их встречают. Ну, и красивое шоу, которое вы видите. Каток оборудовали по программе губернатора Московской области и оформили в соответствии с бренд-буком проекта «Зима в Подмосковье». В будни каток будет работать с 10 до 9 вечера, а выходные – с 11 до 22. Кататься в единении природы под таким красивым небом – это одно удовольствие. Вместе с катком мы сегодня открываем пункт проката и зону фудкортов, где представлено несколько точек общепита. Поэтому я уверена, что для наших посетителей это станет одной из любимых локаций в парке Малевича. Яркое представление и красочное оформление парка Малевича жители по достоинству оценили. В дни январских каникул здесь ожидается не менее насыщенная программа. Спортивная лыжня, дискотека на льду и еще много сюрпризов. Екатерина Кравар, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».